Уважаемые коллеги, не совсем, конечно, об этом я буду говорить. Я хотела бы поговорить именно о мутационной нагрузке и скажу, почему. Потому что все чаще мы видим запрос от клиницистов на определение именно этого маркера, для того, чтобы попытаться с помощью него выяснить, насколько больной будет чувствительна к иммуно-онкологической терапии, которая, как вы знаете, сейчас заняла прочное место в первой линии лечения немелкоклеточного рака легкого. И на самом деле маркер может быть вполне достойный, о чем мы будем говорить в конце презентации, но на самом деле пока еще весьма проблематичный. Я хотела бы рассказать, в чем проблемы эти заключаются. Итак, вообще сама такая мысль о мутационной нагрузке появилась достаточно давно. Здесь проведена работа 2013 года, когда коллектив авторов, огромный входящий в TCGA, сделал большое исследование о количестве мутаций при разных по типах опухоли. И оказалось, что, в общем-то, это количество вариантов патогенных, соматических, оно существенно отличается. Самыми простыми оказались опухоли детского возраста и опухоли гематологические. Тоже понятно, они развиваются достаточно быстро, они не успевают накопить большое количество генетических нарушений. И самыми, скажем так, продвинутыми в количестве вот этих вот патогенных вариантов оказались те опухоли, которые возникают под воздействием экзогенных факторов. Это такие, как меланома, воздействие ультрафиолета, такие, как немелкоклеточный рак легкого, ассоциированные с курением. Но не только экзогенных, но и эндогенных, такие, как опухоли, связанные с микросателлитной нестабильностью, где тоже накопление вот этих вот вариантов огромное. И, как вы видите, чрезвычайно отличаются опухоли друг от друга, что, в общем-то, и послужило для появления такого понятия, как мутационная нагрузка. Ну, если говорить каким-то определением, то мутационная нагрузка – это количество соматических мутаций в геноме опухоли, которые накапливаются в процессе клональной эволюции. И для каждой конкретной опухоли, кроме того, существует определенная мутационная сигнатура. Их было выделено аж 21 штук. Из самых таких распространенных – это сигнатура, ассоциированная с курением, ассоциированная со старением, ассоциированная с нарушением Берси-1 и 2, с микросателлитной нестабильностью. Они все отличаются друг от друга и имеют несколько разную мутагенность, о чём мы тоже немножко поговорим. Что мы ожидаем вообще от высокой мутационной нагрузки? Мы ожидаем, что большое количество вот этих соматических вариантов приведёт к возникновению большого количества неоантигенов, которые будут распознаваться иммунной системой, особенно если с неё снять блок, который, как вы понимаете, может быть вызван экспрессией ПДЛ. И таким образом эти опухоли будут чувствительны к иммунной системе организма. Но мы должны внимательно посмотреть вообще на все части этого процесса, потому что как причины развития мутационной нагрузки, как видите, здесь опять-таки указаны те же самые ультрафиолетовые облучения, это курение, микросателлитная нестабильность, старение. Как вот эти причины, они несут совершенно разную нагрузку, так и другие участники этого процесса, такие, как, например, система гистосовместимости, которая необходима для того, чтобы презентовать этот антиген иммунокомпетентной клеткой. Она тоже не всегда работает адекватно. Сами по себе иммунокомпетентные клетки, которые присутствуют у пациента, зачастую в них проходят достаточно сложные эпигенетические процессы, которые не позволяют иммунной клетке распознать вот этот антиген, хотя, казалось бы, они должны были это сделать. Кроме того, у нас существуют достаточно серьёзные методические вопросы к подсчёту мутационной нагрузки. Нужно понимать, что различные подходы оперируют совершенно различными понятиями. Самым вообще классическим видом определения мутационной нагрузки является секвенирование полного экзома. Там учитываются практически все события, кроме так называемых наследственных вариантов, которые, естественно, никакого отношения к мутационной нагрузке не имеют. Если мы берём даже две самые большие панели, самые распространённые, которые FDA уже приняла в качестве диагностических панелей, то мы увидим, что даже они подсчитывают мутационную нагрузку совершенно по-разному. Если Foundation One подсчитывает как соматические, так и герминальные нарушения, то, например, панель Sloan Kettering подсчитывает только соматические мутации и онкогенные драйверы, при этом у них ещё есть сравнение с нормальной тканью. То есть подходы абсолютно разные, при этом ещё совершенно разное количество анализируемого генетического материала. Каким образом это влияет на исследование? Если мы посмотрим, вверху это полный экзом. То есть мы просеквенировали всё, что называется, от забора до забора, и увидели большое количество различных генетических вариантов. Если мы берём, например, четыре разные панели, то мы видим, что они исследуют совершенно разные участки генома, что-то туда попадает, что-то туда не попадает. Тем более если учесть, что зачастую вот эти панели сконструированы таким образом, что мы ищем именно те самые гены, которые чаще всего мутируют в опухолях, мы можем иметь совершенно неправильное представление о мутоционной нагрузке, потому что мы посмотрели наиболее какие-то варианты, подверженные этим генетическим нарушениям, и, соответственно, сделали неверный вывод. Кроме того, огромное количество технических проблем, таких как глубина покрытия, полнота покрытия, какие фильтры используются, какие особенности биоинформатики, они тоже могут внести путаницу. Кроме того, учитываются ли только клональные или ещё и субклональные события. То есть какая аллельная частота этих мутаций. То есть вопрос, на самом деле, чрезвычайно сложный. И пока какой-то гармонизации в подходах нет. Вернее, как эта работа началась, уже была опубликована одна статья, которая попыталась среди довольно большого количества лабораторий, по-моему, 71 лаборатория была включена в это исследование. У каждой были свои какие-то подходы к определению мутационной нагрузки. Ну, в общем, результат оказался плачевным. Оказалось, что, в общем-то, процент несовпадений чрезвычайно велик. Сейчас мы говорим о том, что для нас пороговое значение – это 10 мутаций на одну килобазу. Откуда взялась цифра 10? Она взялась абсолютно, скажем так, произвольно. Это Foundation One, который использовался для определения мутационной нагрузки в исследовании Checkmate 568. Вот у них получилось так, что именно на этой цифре разделились самое большое количество тех, кто ответил, и самое большое количество тех, кто не ответил. И сейчас мы все сплошь и рядом оперируем именно этой цифрой, хотя она привязана только к панели Foundation One. И вообще ее использовать для всего подряд, конечно же, нельзя. Тем более, что в других исследованиях мы видим совершенно другой спектр генетических нарушений, совершенно другие цифры. Для той же самой Foundation мы видим от 8 до 16, оказывается, пороговые величины. Я уж не говорю про экзом, где разница от 100 до 300 мутаций на килобазу. Поэтому в настоящий момент, пока не проведены все исследования по гармонизации, мы плохо себе представляем, каким образом мы можем соотнести исследования разных панелей между собой. Какой еще интересный факт мне хотелось бы вам продемонстрировать. Вот здесь представлены различные опухолевые заболевания. Здесь, можно сказать, цифры мутационной нагрузки, а здесь частота ответа на иммуно-онкологическую терапию. Да, мы видим каких-то чрезвычайных лидеров. Это карцинома Меркеля, это, например, плоскоклеточный рак кожи. Чуть-чуть отстал колоректальный рак, у него не такой высокий ответ. Имеется в виду колоректальный рак с микросателитной нестабильностью. При этом, если мы посмотрим на колоректальный рак, совершенно стабильный, то у него и мутации мало, и, собственно говоря, отвечает он практически на нуле. Но при этом мы имеем, например, рак почки, у которого крайне мало мутации, но, тем не менее, отвечает он на иммунотерапию прекрасно. Мы тоже все знаем прекрасно этот факт. При этом, например, рак легкого и аденокарцинома и плоский оказывается ниже этой разделяющей кривой. То есть все не так просто, как нам хотелось бы. И напрямую вот такой зависимости абсолютно геометрической между мутационной нагрузкой и ответом на иммунотерапию все-таки нет. Кроме того, если мы посмотрим на вот эти разные мутационные сигнатуры, то мы увидим, что и количество мутаций там совершенно различно. Вот самое крайнее – это мутация полимероза эпсилон при эндометриодном раке. Огромное количество генетических отрушений. И, соответственно, как вы все прекрасно понимаете, именно этот тип опухоли прекрасно отвечает. Если мы смотрим на микросателитную нестабильность, несколько печков – это, соответственно, колоректальный рак, это, опять-таки, та же самая эндометриодная аденкарцинома. И, соответственно, еще ряд других, более редких опухолей. Опять-таки, совершенно разное количество генетических нарушений при микросателитной нестабильности. Например, при раке желудка вовсе не такое количество мутаций, не такая высокая мутационная нагрузка, как мы видим при том же самом колоректальном раке. При аденкарциноме легкого раке курильщика, как вы видите, еще меньше генетических событий, которые могут служить целями для иммунотерапии. Так что, в зависимости от того, какой воздействующий фактор вызвал возникновение вот этих соматических вариантов, мы видим совершенно разную возможность, например, образования неонтигенов. Еще одна интересная история. Если мы посмотрим на группы пациентов, которые при хорошо известных опухолях, например, меланома и рак легкого, ответили и не ответили на иммунотерапию, насколько отличалась у них, соответственно, мутационная нагрузка. Для меланомы акральной и слизистых такого отличия практически нет. Ну, казалось бы, ладно, мы вполне себе этого ожидаем, но оказалось, что и для меланомы кожи такого отличия тоже нет, как среди тех, кто ответил на терапию, так и среди тех, кто не ответил. При раке легкого немножечко не так. У курильщиков все-таки мы видим такую динамику, у некурящих, естественно, ее нет. Правда, группы небольшие, но, тем не менее, это все-таки тенденция. Еще одна история. Это инфильтрирующие лимфоциты. Если мы видим большое количество инфильтрирующих лимфоцитов, как правило, все пациенты отвечают на иммунотерапию. Даже такая история, как... Где он? Стабильный. Колоректальный рак. Я его потеряла на этой сложной табличке, но, тем не менее, придется вам поверить мне на слово. Как вы видите, здесь ведущую роль играет именно вот эта вот так называемая горячесть опухоли, то, что она инфильтрирует лимфоцитами. Если же мы посмотрим на те опухоли, где инфильтрация незначительная, то только небольшое количество из них отвечает. Но в большинстве случаев как раз мы видим то, что опухоли совершенно не отвечают на эту терапию, независимо от того, принадлежат ли, например, они к меланоме, которая должна быть высокоочувствительной, или принадлежат, например, они к раку легкого. Еще один такой интересный вопрос. Микросателитная нестабильность и мутационная нагрузка. Как они между собой соотносятся? Ну, безусловно, конечно, в большинство случаев микросателитной нестабильности входят в число опухоли с высокой мутационной нагрузкой, но далеко не все. Примерно 20% не будут сопровождаться высокой мутационной нагрузкой. При этом, если мы посмотрим, что все-таки здесь лидирует, лидирует мутационная нагрузка. Если она есть, то независимо из того, видимо, ли нестабильность или нет, больные отвечают на лечение. Еще одна сложная проблема – это дефекты вот этих самых комплексов действительности, которые представляют антигены. Достаточно часто с ними возникают серьезные проблемы. Классический пример саркома Юинга. Там, где мы в 20% случаев видим серьезные дефекты этой системы, то есть антигены, есть, представить иммунную систему опухоль их не может. Еще одна история. Так называемые мутации STK1 с тел КБ – это ген и протеин, соответственно, которые отвечают за иммуногенность опухоли, то есть возникновение мутации. Даже вкрас позитивных опухолях легкого, которые считаются самыми клиентами для иммунотерапии, приводит к тому, что они становятся резидентны к лечению. Ну и, наконец, хочу представить ту работу, которая была опубликована ESMO в 2021 году. Более 3000 случаев были проанализированы, вошедших в клинические исследования с использованием иммунопрепаратов. Надо сказать, что исследования были все совершенно разнообразны. Где-то применялась монотерапия, где-то двойная терапия антиселтили-4 и антипедиа-1. В общем, такая достаточно большая сборная солянка. Однако пытались проанализировать, насколько все-таки пациенты с высокой мутационной нагрузкой отвечали и с низкой не отвечали. Оказалось, все очень-то хорошо. Высокая мутационная нагрузка имела и больший ответ объективный, и безрецидивную выживаемость, и общую выживаемость. Но ничего не было при низкой мутационной нагрузке, для них иммунотерапия не имела никакого значения. Но следует понимать, что группы были небольшие, поскольку далеко не все больные исследовались на наличие мутационной нагрузки. Это все-таки ретроспективная оценка. И поэтому, конечно, следует, наверное, дождаться новых каких-то данных, для того, чтобы мы получили вполне себе адекватные результаты, насколько для нас важна мутационная нагрузка при раке легкого, и какие еще дополнительные маркеры мы должны исследовать, для того, чтобы совершенно ответственно заявлять, что именно этот пациент ответит на иммунотерапию. Ну и в заключение мне хотелось бы сказать, что в настоящий момент, конечно, идет изучение огромного количества дополнительных маркеров, которые позволят нам при каких-то условиях оптимальных сочетать эти маркеры между собой и все-таки с достаточно большой долей вероятности ответить, сможет ли больной получить адекватный ответ на назначаемую иммуно-онкологическую терапию. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok